СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Да, в Кирове он ежегодно проходит. И еще повод. И еще повод. День рождения пророка Мухаммада. Вот уже наши слушатели, вернее наши гости подключаются в студию. Ну, во-первых, наш друг Ильнур Гусейнов, председатель рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству, председатель комиссии по вопросам гражданского общества. Это все в общественной палате Кировской области. Президент благодворительного фонда Азербайджан. Добрый день, Ильнур. Добрый день. И гости нашего города приехали из Республики Дагестан. Магомед Расул Абакаров, наш коллега, главный редактор телеканала ТСД «Южный Дагестан». День добрый, хорошего дня, хорошего настроения. Добро пожаловать. И Асхабали Мурзаев, сотрудник Комитета по свободе совести, взаимодействия с религиозными организациями Республики Дагестан. Но мы не можем не сказать всем «салам алейкум», да? «Алейкум, салам вархантула». Вы знаете, на самом деле, вот это приветствие «салам» — это пожелание мира и добра. И это, если человек, вот мы достаточно часто слышим вот этот «салам», и порой он не всегда ассоциируется с чем-то хорошим, добрым. Но «салам», который желает человек как мусульманин, это гарантия того, что мусульманин, дающий «салам», обеспечивает безопасность и гарантирует человеку, которому этот «салам» обращен, что от него никакой опасности не будет исходить однозначно. Берет под свое покровительство, если я тебе говорю «салам». Такое значение у «салам», и не все об этом, к великому сожалению, знают. Не все мусульмане об этом знают? Не все мусульмане, да, в первую очередь не все мусульмане знают. Но и, естественно, не мусульмане тоже. К великому сожалению для нас всех. Да, ну вот то, о чем вы говорите, он, наверное, предполагает, что люди следуют тому, что говорят, да? А если люди не следуют тому, то есть мы же видим, это уже, наверное, тема, так сказать, форума и обсуждения там. Я думаю, что сегодня на форуме об этом мы расскажем. «Салам алейкум», значит, а в дальнейшем, значит, замышляют, так сказать. Как в этой ситуации, как поверить человеку, который… Я понимаю, что вы из Дагестана, и мы все наслышаны традиции дагестанских, гостеприимства, когда к тебе в дом зашел гость. Я так понимаю, сейчас вопрос как бы обращен ко мне уже, да? Или мы как бы все подключаемся к разговорам? А всем подключаемся? Всем, Асхабали, пожалуйста, подключайся. Я хочу поблагодарить вас и кировчан в вашем лице за тот теплый прием, который оказывается уже не первый год здесь, на вашей земле. На самом деле я искренне рад, что попал на вашу землю, и вот второй год я сюда приезжаю, нам оказывают такой очень теплый прием раз. Нам предлагают встречи на достаточно высоком уровне, два. В этом году мы попали уже на радио, три. Проводим достаточно серьезные мероприятия, конференции и форумы, встречаемся с диаспорами. И за это, ну, респект, как говорится, да. Ну, вы уже до сегодня форум, а вы уже успели провести целый ряд встреч важных. Я вот слышал, что вчера или сегодня? Вчера вы встречались в Государственном юридическом университете нашем, да? Вчера у вас одна встреча была? Нет, у нас вчера ряд встреч было, как бы, со спортсменами встреча была, а также в Московской государственном юридическом академии, в Волговьяцком университете. Кто же со спортсменами-то? Это Султан Ибрагимов, это у нас Олимпийский призер. Приехал вам? Да-да-да, он здесь. Султан Ибрагимов. Я же говорю, они на радио, они сегодня на радио, там, спорт радио, туда вышли, на эфир тоже, потому что вот мы так поделились. Спортивное радио перехватило спортсменов, в общем. Ну, естественно, поехали, профи, поехали. У нас, на самом деле, вот, был уже ряд встреч, и надо сказать, достаточно плодотворных в том смысле, что я вот вчера с ребятками разговаривал, у меня такое сложилось ощущение, что они были, может быть, даже где-то приятно удивлены, потому что они увидели и услышали дагестанца, который, во-первых, их приглашает туда, раз, во-вторых, говорит о том, что мы, на самом деле, братья и сёстры, может быть, для кого-то это было однозначно неожиданным. Более того, знаете, показатель того или иного мероприятия, на мой взгляд, я вот обычно подхожу к ребятам и говорю, что-нибудь запомнилось или нет? Что, в частности, запомнилось? Кто из ораторов вам, ну, всё-таки... К ребятам, в смысле, участникам встреч. Участникам встреч, да, там, так далее. К студентам. В данном случае был круглый стол. Вы не поверите, ко мне вчера участники круглого стола практически все подошли и поблагодарили. Ко мне подошли студенты, которые, ну, реально, они достаточно... И не столько студенты, преподаватели. Один вообще склонился и говорит, я так рад, что вы выступили. Дело в том, что я должен был выступать, но я очень рад, что вы выступили. А мы говорили о патриотизме. Но, друзья мои, есть у нас общие, знаете, цели и задачи. Мы видим, какое давление на нашу страну оказывается сейчас, да. Информационное в том числе. Нас пытаются растащить по межконфессиональному, по межнациональному признаку. И делает это кто? Кто это делает? Те люди, которые буквально вчера, может быть, там были теми, кто мог, в состоянии был принимать решение. Сегодня, ну, друзья мои, сегодня эти же самые люди начинают критиковать решение тех людей, которые сегодня уже находятся во власти и так далее, и так далее. Где вы были? Ну, есть у нас современная история. Давайте вместе подумаем. Давайте вместе подумаем. Вы что сделали? Почему в ваше время ситуация была настолько плачевная? Почему сегодня? Сегодня я вижу реальные сдвиги. Даже по своей республике. Поэтому я рассказал о том опыте, который есть у Дагестана, например. Да, к великому сожалению, сегодня на информационных лентах, вплоть до сегодняшнего дня, можно сказать, у многих в России было ощущение, что я там в окопе живу, в землянке. Ну, друзья мои, у нас все хорошо, у нас нет проблем. Да, были проблемы, связанные с радикализацией молодежи. Мы поделились с теми проблемами, как мы решаем эти проблемы. Но вы преодолели эту проблему. Да, вы вчера говорили с молодежью именно на эти темы. В том числе. В том числе. И предполагается, что на форуме это будет одно из тем, которые вы будете освещать. То есть, речь пойдет о том, что как в условиях внешнего давления, который предполагает попытку растащить страну по разным углам, как в этой ситуации все граждане страны, независимо от их конфессии, национальности и так далее, должны жить и ощущать себя в этой стране. Понимать, что мы едины. Да, и понимать, что мы союз нерушимый в этой стране. Да, друзья мои, да. Дело в том, что на самом деле Дагестан имеет в этом смысле колоссальный опыт. Колоссальный опыт. И вот мы поделимся тем, как мы это все смогли преодолеть. На всякий случай, еще раз для справки, скажите, сколько народностей в Дагестане? У нас 35 коренных народностей. 35 коренных? Коренных. Это люди, которые говорят абсолютно на разных языках. И 250 национальностей. 250 разных народностей, которые и 35 языков. Я прошу всех слушателей, в том числе, обратить на это внимание. Самый многонациональный субъект Российской Федерации. Дело в том, что если Россия является... И все это умещается на совершенно небольшой территории. Да, друзья мои. Если Россия является одной из самых многонациональных стран в мире, то Республика Дагестан – это маленькая Россия. Поэтому у нас, я же говорю, у нас колоссальный опыт межконфессионального общения, межнационального общения и так далее. Проблемы, о которых мы говорим, это вот эта радикализация молодежи. Друзья мои, к великому сожалению, люди не читают, не знают. И мы, к великому сожалению, порой сталкивались с тем, что те профилактические мероприятия, которые проводятся людьми на местах, это будь то школы, вузы и так далее. Даже средства массовой информации, они, к великому сожалению, бывают порой где-то формальными. Мы пошли, вот ТСД Южный Дагестан, мы пошли по другому пути, мы пошли и обратились к профессионалам своего дела. Ну как? Давайте посмотрим. Я на одном из антитеррористических комитетов. Сидит преподавательский состав, сидит мэр города, сидит его заместитель, отвечающий за безопасность. Я задаю простой вопрос преподавательскому составу. Слушайте, друзья мои, ну давайте посмотрим, как у нас проходят профилактические мероприятия по антитеррору. Два стиха, три песни, не так ли? Ну давайте уберем слово терроризм, давайте слово тюберкулез напишем. Неужели вы два стиха, три песни пропели бы, разошли бы и сказали, все, у нас проблема с тюберкулезом решена. Но это же не решение вопроса. Магомед Расул, вот сховали и вам тоже, как представителю, собственно говоря, власти, скажем так. То есть если Магомед Расул, он у нас человек, несущий свет слова в общество, правильное средство массовой информации, то вы как раз представитель власти, которая, слушая это слово, каким-то образом притворять должны. Ну вот, Магомед Расул. То есть мы правильно поняли, да, что комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями, это правительственная структура? Это правительственная структура. Да, другой структуры у нас такой нет. Магомед Расул, вот сказали вы хорошие слова людям, вот молодежи сказали слова. Вот он выходит на улицу и встречается, читает Коран, так или иначе понимает его, читает, что там вот Аллах справедлив, Аллах милостив, Аллах и так далее, и так далее. Ведь мы все руководствуемся тем, что написано священными писателями. Выходит на улицу и смотрит, здесь несправедливо, здесь кто-то забрал и не дает людям спокойно жить, здесь еще как-то. И вот он, а ведь радикализация происходит не потому, что мы ему правильные слова говорим или неправильные. Это влияет, но так или иначе, после того, как он сталкивается в жизни с какими-то серьезными проблемами, меняющими его сознание. И потом на эту подготовленную почву кто-то кидает злые зерна, которые вырастают. Как, может быть, для нас и для страны, правительство Дагестана или ваша структура, или мастера пера дагестанские. Вот как в этой ситуации вы действуете в краткосрочной и вот какой-то там долгосрочной перспективы. Вот можете об этом немножко, так сказать, рассказать. Как вот в этом смысле с молодежью работать? Вы знаете, вначале нужно сказать, что после развала Советского Союза в 1991 году образовался комитет по свободе и совести, взаимодействие с религиозными организациями. То он был министерством, то комитетом и так далее, но он был создан на основе свободы вероисповедания, 28-я статья. Для чего же все-таки это создавалось? Многие думали, для чего же существует комитет по делам религии, что же он все-таки делает. И видя те события, которые происходят в Дагестане, это вот, ну и по всей России, это открытость вероисповедания и так далее. И к нам зашли очень многие разные проповедники в Россию. В том числе первым, куда они пришли, это в Дагестан. Пришли они в Дагестан и наши проповедники говорили о том, что это зло, что нужно этому противостоять, что у нас есть свой традиционный ислам, который нам оставили наши предки. И нужно просто следовать тому, что нам говорили наши старшие. Но кому-то стало интересно вот то, что пришло к нам, то есть они говорили о добре и так далее. Вот внесли, это можно сказать, чему, да? Как Магомед Расул сказал, туберкулез. Да можно всеми назвать болезнями, которые Всевышний, так сказать, наслал на людей. У нас это не было болезнями, это назвало раковые опухоли. Но заметьте, в то время, так как комитет создавался не из, так скажем, тех, может быть, религиозных деятелей, которые уже работали в этом направлении, которые имели некое образование теологическое. То есть он создавался из тех же работников правительства, которые получили образование в то советское время. И понимание проблемы нужно детально разобрать ее изнутри, потому что даже не все мусульмане понимают разницу между радикальным исламом. Где подлог происходит? Совершенно верно. Не понимают, да. Но проповедники продолжали говорить, было еще то сознание, что религии и государства отделены друг от друга. И на тот период как бы правительство не вмешивалось вообще никак. То есть здесь уже проповедники очень долго бились, об этом говорили с трибуны и миноретов и так далее. Но так как аудитория была ограничена, это предоставлялась возможность говорить только в мечетях, слышали об этом только те, которые находятся в мечети. Потом по истечению времени создавалось телевидение для того, чтобы это слово доходило до каждого. В 1996 году мы увидели, что на самом деле произошло в Чечне. Наши проповедники не молчат, дальше продолжают работать. В 1999 году это входит к нам, но до этих пор, в 1996 году, по-моему, создавалось «Мир вашему дому», когда еще Алишаев. Или 98-м. Спокойный наш товарищ. Вот коллега, журналист, может быть вы слышали, убитый журналист, Абдулла Алишаев, который работал на телевидении и сделал вот фильм «Обыкновенный ваххабизм», где говорится о силу вреда. Нет, это уже гораздо позже было. Это гораздо позже было. Это не 90-м, это 2000-м. Я говорю, он создал этот фильм, открылось телевидение и появилась возможность донести это слово уже каждому домой. Но так как время было ограничено и невозможно было раскрыть все аспекты этого явления, приходилось очень долго биться, чтобы продоставили площадку и в других местах. Но опять-таки, я же говорю... Немножко странно, да? Слышать, приходилось долго биться, чтобы... Не, но дело в том, что, понимаете, на самом деле во власти люди, это были люди, которые, партработники были бывшие. Понятно, их осуждать тоже я не тороплюсь, не буду. То есть не до конца еще понимающие, что происходило. Совершенно верно, да. Не до конца понимали. На самом деле, там был такой момент, что люди во власти думали, это какая-то разборочка такая между собой и религиозных людей. Да, она быстро пройдет, как бы уляжется и пройдет. Но она вглубь уходит, в скорую. Ну, конечно, конечно. 300 лет, как появилась эта беда. Странно, что можно было это назвать между собойчиком, если мы все знаем, что это появилось еще при, там, непосредственно при пророке появилось. А когда убили четвертого халифа, вы знаете, кто его убил, да, именно из этих соображений, да? В том-то и дело, что люди не знают и не читают. Обратите внимание, вы, я так понимаю, знаете, вы более просвещенный человек. И, исходя из этого, вам гораздо легче распознать того человека, который приходит с лживыми идеями. Те, которые приходили обманывать нашу молодежь, они же приходили ни в погонах, ни с парашютами сзади, которые тащатся, да? Спецработник там и так далее, который на какую-то спецслужбу работал какой-либо страны, предположим. Он приходил благообразно, он с бородой, там, с чалмой проходил, да, он священными текстами говорил. В виде ангела, да, да, он говорил красивыми словами. Единственный момент, друзья мои, эти священные тексты, он умалчивал, что он комментирует так, как ему заблагорассудится. И когда вы говорите, например, о том, что человек видит несправедливость, да? Но, друзья мои, в первую очередь для любого верующего человека должно быть осознание, что этот мир – это не рай, это мир испытания. Более того, если он немножечко хотя бы изучит жизнь того пророка и посланника, которому он должен следовать и следует, да, которого он признаёт. Он столкнётся с тем, что он столкнулся с гораздо большими испытаниями, как все пророки, которые были неспособны на землю. Они же гораздо более тяжёлые испытания несли. Но элементарный анализ и исследование пророку милости, пророку милости для миров. Каким же ты последователем являешься пророка милости, отправленного милостью для миру ко всем, к верующим и неверующим, ко всем творениям? В чём проявление твоей милости? Когда ты с перекошенным лицом пытаешься угрожать всему миру, где та милость? К великому сожалению, я достаточно часто, общаясь с аудиторией, да, с молодыми людьми, мне посчастливилось, как журналисту, говорить с теми людьми, которые являются величайшими учёными современности мирового значения. Мы в своё время, когда нашим некоторым молодым с перекошенным сознанием не хватало доводов, они думали, что Дагестане, когда мы говорим о традиционном исламе, это якобы какой-то нафталином пропавший в сундуке ислам. Нет, это ислам самый, что ни на есть чистый, который неизменённо идёт 14 веков. Вот, когда им не хватало слов наших учёных-богословов, мы начали выезжать в другие страны, в священные для всех места Мекки и Медины, на территорию Сирии, когда она была достаточно спокойной, во все другие места. Более того, комитет по делам религии начал приглашать учёных-богословов к нам туда. В Дагестан. Люди, да, начали слушать... Ну, именно непосредственно, как бы, из первоисточников там, да. То есть, люди начали слушать арабов, которые говорят то же самое. Я сделал цикл передач, который называется «В поисках истины», в которых встречался именно с арабами, потомками пророка, которые говорят то же самое один в один. Меня можно обвинить в том, что, понимаете, я якобы встречаюсь избирательно с кем-то, но этих людей знает весь мир. Раз. Во-вторых, есть духовное наследие, у которого 14 веков, понимаете, это сотни, тысячи книг. И элементарно я... Ну, вот сейчас я вам дам такую статистику, просто подумайте об этом, немножечко просто подумайте. Вот все знают о том, что некоторые молодые люди сегодня говорят о священной войне, которая где-то режет нам слух джихад. Ну, давайте посмотрим, что было... И не понимать, что такое джихад, да? Да, вот именно. Во-первых, они не знают, что такое слово джихад. Оно переводится как усердие. Во-вторых, я прошу прощения у всех ученых богословов, потому что беру на себя смелость немножечко комментировать, просто из того, что слышал, говорю. Во-вторых, сам пророк обозначил, что есть малый джихад, есть большой. Малый — это вот эти боевые действия. Большой — это борьба со своими страстями. То есть есть больший джихад и по вознаграждению, и по степени, и так далее. Это именно борьба со своими страстями. Далее, то, что касается именно боевых действий. Во времена пророка их случилось 80. Как вы думаете, друзья мои, в скольких из них дошло до боестолкновения? В семи. В семи. Вы не ослышались? В семи. То есть никогда не было распространения ислама через... Оружие. Через кровь и огонь. Далее, давайте посмотрим в этих сражениях сколько погибших. 251 человек. Опять-таки, вы не ослышались, друзья мои. Более того, со стороны мусульман большее количество погибших, чем со стороны тех людей, которые пришли к ним с оружием. Эти боестолкновения тоже были спровоцированы, когда на мусульман нападали. Слушайте, друзья мои. Ислам и халифат, который распространился от Аравийского полуострова до Андалусии, нынешней Испании, на территории халифата проживало в первом столетии, по хиджри, 5% мусульман. На Аравийском полуострове, в Андалусии до 1-2%. Почему? Потом, меньшее количество мусульман было там. Большинством на этой территории мусульман проживать стало только в 400-м столетии. Друзья мои, ну это же достаточно серьёзные цифры. Ну анализ делайте. Почему люди начинали принимать ислам? Потому что видели, как мусульмане себя ведут. Они понимали, что это люди, рядом с которыми себя можно чувствовать безопасность, рядом с которыми никогда не посягнёт на твою честь, никогда не посягнёт на твоё имущество. Сегодня что происходит? Сегодня, к великому сожалению, людям, молодым, заморачивают головы. И эти люди, сами того не понимая, начинают работать по факту против ислама. Хорошо. Ну достаточно яркие примеры, конечно, прозвучали. Да, я думаю, что они... Эту вещь, к великому сожалению, не все знают. Я прошу прощения, может быть, затягиваю. Нет, нет. Но это важно услышать. Но и всё-таки, как бы, вернёмся, и всё-таки вернёмся. Да, мы говорим, что есть у нас там история, есть там, значит, вот эти события, эти цифры, они действительно поучительны. А мы находимся в современной жизни. Вот, во-первых, получается, что, я не знаю, как в Дагестане, как рассказывается, например, у нас есть в школах курс основы религии или чего. Есть. Как это доносится, это очень важно. Это никак не доносится в центральной части России. Потому что, как проводится это у нас в Дагестане. Вот. И, во-вторых, я всё равно вас верну к этому вопросу. Вы мельком, как бы, задеваете этот вопрос, что если человек выходит на улицу и видит эту несправедливость, и у молодого человека естественное желание попытаться это исправить, да, вот его понимание, если ему правильно ещё в голову заложено, что он, значит, что он должен бороться с несправедливостью, а то у нас ведь закладывают-то как. У нас ведь, помните, по-моему, в Коране же у нас сказано, в нашей книге, что увидел несправедливость, останови его. Да? Не можешь остановить, скажи об этом. Правильно, да? Не можешь сказать. Хотя бы с сердцем. По голове подумай, да, и осуди. Хотя бы с сердцем не согласись, да, осуди. Очень хорошо, что вы привели. Пожалуйста. Я как раз к этому хотел бы привести к теме комитета, то, что проводит комитет, и какие усилия прилагает к этому правительство Республики Дагестан, я скажу позже. А вот как раз об этом я еще хотел вначале сказать, ответить. Ведь в том же Коране сказано на арабском засчитаю. Призывай к пути Господни, мудростью и добрым увещеванием. В следующем подкреплении к этому аяту из Корана, что сказано, мусульманин – это тот, от вреда языка и рук, которого сохранены окружающие. И вот то, что вы сказали… Там обозначено мусульманин или не мусульманин? Нет, не обозначено. Там сказано окружающий. Но делайте выводы. И далее то, что вы говорите, если ты можешь исправить человека, исправь делом, не можешь словом, минимум хотя бы сердцем не пожелай. Что говорится в толкованиях этих хадисов? Это говорится о том, чтобы человек вначале показал своим действиям, как нужно в этом деле себя вести, то есть как нужно правильно поступить. Если же у него нет своих действий конкретных, он должен прийти и сказать, слушайте, уважаемый, вы знаете, Вот как в Коране сказано – добрым увещеванием. То есть нужно объяснить человеку, что может быть вы делаете неправильно или вы поступаете неправильно. А далее, если он видит, что человек эту информацию не воспримет, что человек может с ним поспорить, что может быть произойдет какой-то конфликт, на этом месте он должен его оставить и подумать, о Всевышний наставь его, наставь меня и его, и оберни это во благо. То есть вот правильное понимание того, что мы должны сделать здесь, навести справедливость, как вы говорите. Справедливость заключается в том, чтобы показать своими действиями. Потому что вот Магомед Расул рассказал о тех действиях, которые проходили во времена пророка. Вот именно та испорченная, с испорченным сознанием молодежь, она ведь апеллирует тем, что происходило 1400 лет назад, что происходили войны и так далее. Но хотел бы отметить, что 13 лет призыва пророка Мухаммада, мирное благословение Аллаха, он уходит, ну так как его родня его прогнала, он уходит из Мекки. За 13 лет проживания в Мекке он испытывает очень много разных давлений, он испытывает предательство, он испытывает угрозу. Его на каждом шагу притесняли враги, то есть те, которые не принимали от него это слово и не хотели терять тот самый авторитет на тот момент. Но пророк Мухаммад, он ведь имел все возможности начать войну, но он не начинал войну. То есть его тут побили, он молча уходил в другое поселение. И так продолжалось 13 лет. Приходя в Таев, местность Таев, недалеко от Медины, он думал, что его там тоже встретят хорошо, но его, но там подговорили детей, закидали его камнями. И посмотрите дальше, что происходит. Он уходит оттуда, прихрамывая, он опирается на ближайшее дерево, и его это огорчает. Спускается ангел Джибриль, и с ним вместе спускается другой ангел, которому Всевышний дал полномочия исполнять какие-то природные явления. И он говорит, о, Мухаммад, позволь мне вот эти горы обрушить на этот народ. Он говорит, нет, я, говорит, надеюсь, что, может быть, один из них выйдет, который будет себя хорошо вести и который наставится на путь истинный. И тогда этот ангел ему обращается и говорит, на самом деле, ты являешься милостивым и милосердным. Ты милостивый. И он просит, представляете, он надеется. Ну а что происходит с теми людьми, которые говорят, с теми молодыми людьми, у которых, как сказать, сознание перекошено. Вот человек не сделал, как он хочет, тут же нужно объявить его врагом или неверным. То есть, понимаете, неправильное понимание. К сожалению, великому не читают. То есть, чему нас учат, что вы рассказали? У нас пять минут еще есть. Да, учат нас тому, что, во-первых, те, кто облачен мудростью и властью, значит, они должны быть чрезвычайно благодетельными. И они должны смотреть и прислушиваться к тому, что происходит, и думать о людях. Так? Правильно. Вы знаете, я вам такую вещь скажу. По-моему, с пророком Моисеем, когда Всевышний говорил, он ему сказал о том, что когда люди будут помнить своего Творца, тогда он над ними поставит праведных правителей. Когда они забудут своего Творца, тогда над ними будут несправедливые. Вот когда каждый из нас будет меняться в лучшую сторону, понимаете, мы знаем сегодня, что он должен, что вы должны, что Эльнур должен, там и так далее, что президент должен. Мы знаем, что должны все, но мы, к великому сожалению, забываем о том, что мы сами должны. Я об этом вам и говорю, что каждый должен начать с семьи. Я думаю, что мы, в том числе, в том числе, в том числе, не только из Корана, а из Библии, из Таурата, чтобы понимали, к чему, допустим, нас ведет Священное Писание. Там нигде не сказано, что ты делай зло или насилие, везде сказано, твори добро. Абсолютно верно, да. Я хотел бы, если вы позволите, вот у нас немного времени, вот продолжить то начатое о том, какие площадки предоставляет, все же, что делает в этом направлении правительство Республики. Да, потому что опыт этот тоже интересен сам по себе. Его можно перенимать, да, Витя? Мы с ребятами работаем, времени уже мало, конечно. Мы уже, извини, пожалуйста, Аббали, Мурзаеву, я благодарен. Вот, ребята, времени очень мало. Я бы хотел еще кратко сказать о самом главном, для чего мы сегодня на территории Кировской области в городе Кирове собрались. Нас всех объединил наш священный пророк, мир ему, его семье. Мы связаны сегодня, практически уже три дня проводится в различных странах. Там Мавлут пророка, это день рождения пророка. С этим днем как раз и связан наш форум «Религия против террора» ежегодно, который мы проводим на территории Кировской области. Я как раз благодарю наших гостей, особенно уважаемого мною Абакарова, Мугамед Расула, что он и в прошлом году у нас был. И, в принципе, мы некоторые даже в резолюцию принимали, и в общественной палате эти резолюции как-то начали мы разрабатывать, чтобы к чему-то привести. Некоторые моменты уже мы в действии провели, работаем с данным направлением. А также Асхабали, спасибо, благодарю, что он тоже принял участие в этом году и, надеемся, в следующем году будет принимать. И также хотел бы поблагодарить постоянного представителя в Кировской области, Республика Дагестан, Османова Долгатовича Абдурахмана, то, что он таких ярких гостей к нам перевел. Если бы не он, мы бы сегодня, наверное, за одним круглым столом сидели бы с такими гостями. На самом деле, Абдурахмана мы уже в протяжении полутора месяцев работаем над проектом, как провести форум «Религия против террора». И также в случае пользуем осталась одна минута, что, приглашая сегодня всех... Но Эльнур не может иначе, он должен выступать. Сегодня всех, сегодня всех приглашаю кировчан и неравнодушных людей в Герцена 56, библиотека Герцена в 14.00, «Религия против террора». Открыто посещение, в принципе, там регистрация ничего не требуется. Если есть желание, приходите, принимайте участие нашим экспертам, дорогим, уважаемым людям. Можно вопросы задавать и непосредственно от них получить плодотворные ответы. Потому что в городе Кирове таких гостей и экспертов мы очень, как бы, не каждый день их видим и приглашаем. Раз в год они к нам переезжают, мы это время должны плодотворно с ними провести. Спасибо всем. Вот, пожалуйста, минуты. У нас времени, да, уже... Не остается уже. Но все-таки, вот, хотелось бы, чтобы мы больше говорили о моделях поведения. И чаще. О моделях. Встречались-то само собой. Приезжайте, пожалуйста, значит, в гости к нам, и мы будем рады всегда. Но еще раз вернусь к содержанию. Очень важны модели поведения. Ведь мы не просто должны отсылать людей к Священному Писанию. Пусть меня простит Аллах, да? Но мы должны людям, детям, молодежи, мы должны давать им какие-то модели поведения. Вот хорошо, мы сказали, вот есть модель. Там, когда вы сказали, ну хорошо, ты скажи, пусть Аллах ему в сердце принесет там. Вы понимаете, что не у каждого хватает, значит, терпения, как бы сказать это слово, да? Потому что всякие... То есть модели поведения, они обязательно нужны. Если мы их не будем показывать людям, говорить, что есть вот такие, и эти модели согласуются так или иначе со Священным Писанием, и так наша жизнь будет лучше, то мы... Потому что та-то сторона, которая призывает козлу, она дает модели. И эти модели очень легкие, вы же знаете, да? Они очень легкие. Завершается время. Да, мы завершаем. Спасибо большое гостям. Всем еще раз, всех мусульман поздравляю, значит, с днем рождения пророка. Анатолий Санкалам. Так что... Всего доброго. Всего доброго. Алиса Гайф, наши гости, Эльдур Мусейнов, Магомед Расул Абакаров и Асхабалим. Салам алейкум. Благополучия и всего хорошего всеми и кировчанам. Спасибо. Союз нерушимый. С июз, конец. Саус.